Можно ли оспорить договор дарения? Процесс передачи недвижимого имущества в дар является нормальной практикой в гражданских взаимоотношениях, как правило, распространенных среди родственников, когда передача денежных средств по договору ДКП не требуется. Дарение наравне с куплей и продажей также регистрируется в органах Росреестра и имеет законную силу. Однако в ряде случаев данное соглашение между двумя лицами можно оспорить и инициировать обратную силу договора, что повлечет за собой возврат имущества дарителю в полном объеме или компенсацию его оценочной стоимости. Возможно ли отменить дарение, кто может это сделать? Многие граждане, попавшие в затруднительную ситуацию, задаются вопросом, а можно ли оспорить договор дарения? Конечно, законодательство подразумевает обратную силу договора, но лишь в тех ситуациях, когда у лиц, инициирующих процесс аннулирования безвозмездные передачи хозяйства имеются веские доказательства нарушений проведенной сделки. Дарение объекта жилой недвижимости. Кроме того, закон сильно ограничивает круг лиц, способных инициировать данный процесс до минимума. Так, обжаловать дарственную на квартиру имеют право следующие граждане при наличии оснований, а даряемое лицо по собственной инициативе или по союзных договоренностей с заинтересованными лицами. Такие ситуации могут возникнуть, если отчужденное ранее имущество не по карману одаряемой стороне, высокие тарифы ЖКХ, членские взносы в ТСЖИТ. Д. Любые лица, состоящие в родственных связях с участниками проведенной сделки, а также недееспособные лица, которых они содержат. Ими могут быть любые родственники вне зависимости от их кровной близости к обладателю объекта, передаваемого в дар имущества. Компетентные властные структуры, имеющие заинтересованность в данной сделке, если она была проведена с нарушением действующего законодательства. К подобным структурам могут относиться органы прокуратуры, следственный комитет или ОПЕКа. Договор дарения важен, вне зависимости от того, кто выступает инициатором расторжения сделки и возврата подаренного имущества, если дело проходит через суд. Необходимы серьезные причины для вынесения решения в пользу заинтересованных лиц, так как очень часто происходит отказ. На каких основаниях может быть аннулировано дарственное? Можно ли оспорить договор дарения на квартиру и какие причины могут предшествовать этому действию? Соглашение о дарении имеет обратную силу по инициативе одной из сторон только в тех случаях, когда имеет место факт игнорирования статьи ГКРФ или любого другого свода законов. На основании многолетней судебной практики такие ситуации наступают при перечисленных ниже условиях, в частности, если даритель передал собственность на безвозмездной основе своему родственнику или иному лицу принадлежавшее ему имущество, а после его оформления выгодоприобретатель причинил серьезный вред его здоровью, жизни или благосостоянию, когда инициатор дарственного контракта пытался передать свое имущество, находящееся по каким-то сторонним причинам под арестом, либо в залоге или подвергнутое любому другому обременению, что не дает ему права на отчуждение данного объекта. В случае, когда зарегистрированное под дарственное хозяйство эксплуатируется небрежно, что приводит к его неминуемой порче или полному разрушению, когда собственник жилья признается в соответствии с медицинским заключением слабоумным или недееспособным, либо находился в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного дурмана, не давая себе отчет в совершаемых поступках. То же касается и престарелых людей, не имеющих возможности нести за себя ответственность по возрасту. Когда на руках у заинтересованных лиц оказываются доказательства того факта, что бумага составлялась под психологическим давлением с применением физической силы, оружием или угрозой их применения, то есть против воли дарителя. В ситуации, когда в действиях любой из сторон договора дарение выявляется признаки ничтожности сделки, а передача собственности не соответствует главному критерию дарственной безвозмездности совершения процедуры, сделка признается фиктивной и подлежит аннулированию. Если в теле договора дарения оговорены особые условия сделки, которые могут быть признаны на законодательном уровне, но были нарушены любой из сторон, что повлекло за собой финансовые и прочие неудобства для оппонента. Аннулирование договора дарения важно. Любая из приведенных выше причин является несомненным основанием для подачи искового ходатайства в судебные органы и оспаривания договора дарения, а также законности проведения регистрационных действий с объектом недвижимости. В какие сроки может быть оспорено дарение? Как и любой другой документ, имеющий отношение к имущественным правам граждан, договор дарения имеет предельный период, когда он может быть оспорен любым несогласным с законностью его заключения лицом. Крайние сроки обращения в судебные органы определены на законодательном уровне в статье 181 ГК РФ и составляют следующие временные отрезки. Если нарушение действующего законодательства последовало по инициативе самого дарителя, заинтересованное лицо имеет возможность оспорить данное соглашение в срок до 36 месяцев с момента подписания договора. Подобные ситуации случаются, когда собственник недвижимости пытается переоформить ее на своего родственника, зная, что она находится под обременем, либо по факту он получает денежные средства покупателя, но скрывает их от ФНС посредством оформления дарственной. В случае, когда договор безвозмездной передачи имущества был заключен не по доброй воле дарителя, а под угрозами применения силы или каким-либо давлением отмена сделки возможно в течение 12 месяцев. Написание исков суд важно. В отдельных случаях при наличии доказательств срок давности может исчисляться не от даты заключения соглашения или вступления его в законную силу, а с момента, когда истец узнал о факте передачи собственности. Таким образом, заинтересованное в расторжении договора лицо имеет право запустить через суд процедуру продления периода исковой давности. Инструкция по оформлению искового ходатайства об оспаривании договора дарения. Ходатайство в судебные органы об отзыве договора дарения на квартиру составляется в соответствии с регламентированной на законодательном уровне формы, которая находится в широком доступе в сети и ее можно скачать по ссылке. На типовом бланке ходатайства истец обязан указать следующие сведения. В шапке документа указывается наименование судебного участка и адрес его нахождения, личные и должностные данные уполномоченного судьи. Далее фиксируются подробные сведения об исце и ответчике переписанные из их удостоверений личности. Кроме того, необходимо указать адреса фактического проживания и активный контакт участников процесса, а также места их работы и должности. В основной части ходатайства прописываются детали заключенного договора дарения и передачи собственности, а также, была ли завершена процедура регистрации или нет, что можно всегда проверить онлайн через сайт Росреестра по ссылке www.rosrester.ru. После констатирования факта необходимо перечислить все имеющиеся нарушения ГКРФ с обязательными ссылками на соответствующие статьи, кодексы и обоснованиями их применения. Далее перевечисляются имеющиеся на руках у исца доказательства описанных нарушений. В конце документа ставятся даты его оформления личная подпись ходатайствующего лица. Образец определения суда важна. Для того, чтобы ходатайство было успешно принято судьей к рассмотрению, истец обязан приложить копии всех документов перечисленных в самой бумаге и квитанцию, подтверждающую оплату госпошлины за ведение судебного процесса. В противном случае ответственный сотрудник канцелярии судебного участка откажет в принятии иска. Если суд признает тот факт, что договор дарения был составлен с учетом перечисленных выше факторов, когда его можно признать ничтожным, он выносит соответствующие постановления, которые после отведенного апелляционного периода обретает юридическую силу, как происходит оспаривание дарственной после смерти дарителя, можно ли опротестовать дарственную и какие шаги при этом должен сделать истец. В случае, если договор дарения был заключен, а передаваемое имущество зарегистрировано, но сам даритель скоропостижно ушел из жизни, его родственники могут попытаться оспорить документ и признать его недействительным в следующих случаях, когда у них на руках присутствуют неопровержимые прямые доказательства перечисленных выше оснований, способствующих отмене данного соглашения. Если в договоре дарения были прописаны какие-либо особые условия на случай смерти бывшего собственника имущества, например, действие соглашения изначально прописывалось лишь до смерти дарителя, а после наступления этого события собственность должна быть отчуждена в пользу других лиц наследников по заранее составленному завещанию. Ничтожность сделки кроме лиц, имеющих родственные связи с умершим человеком, инициировать споровую судебную процедуру отмены действия. Договора могут и третьи лица, если они имеют личную заинтересованность в решении этого вопроса, в частности, физлицо или кредитное организация, имевшая указанное имущество в залоге, если умерший гражданин не до конца погасил свои финансовые обязательства перед ними. В таком случае подается исковой ходатайство о признании сделки недействительной, так как квартира находилась под обременением, а ответственность плательщика по договору займа не наступила. Однако обладатель объекта недвижимости в ответ на подобный иск может предложить заключение нового договора займа на остаток суммы и продолжить выплачивать ее за своего дарителя до полного погашения его долга. Гражданин, который ранее фигурировал как обладатель доли в недвижимости, но не имел физической возможности предъявить свои права. Так как, для примера, находился в исправительном учреждении, на длительном лечении или проживал за рубежом. В таком случае опять же налицо факт незаконного заключения сделки, так как квартира не была юридически чистой, а дольщик должен получить свои квадратные метры. Важно! Любое подобное исковое ходатайство может подаваться в суд уже после ухода дарителя и жизни на основании имеющихся на руках свидетельств и доказуемых фактов нарушения закона судебная практика оспаривания договора дарения. Оспаривается ли дарственная на квартиру исходя из многолетнего опыта ведения подобных дел? В вопросах договора дарения судебная практика располагает рядом обстоятельств, сильно зависящих от конкретных обстоятельств рассматриваемых дел и их сложности для судопроизводства. Так, из наиболее часто встречающихся процедур можно выделить следующие способы возвращения подаренной ранее собственности расторжения контракта, подразумевающего факт безвозмездной передачи квартиры или жилого дома в случае нарушения каких-либо условий, прописанных в нем. Признание заключенного договора недействительным, если факты указаны в нем противоречат действующим нормам гражданского права и могут быть опровергнуты судебным органом. Если совершенная сделка будет признана ничтожной по инициативе заинтересованного лица или будет доказан факт фиктивной продажи имущества, данное обстоятельство берется под особое внимание, если дарение производится в пользу третьих лиц, не имеющих близких или родственных отношений с дарителем и в случае выявления корыстных целей данной сделки родственники всегда смогут отсудить имущество. Недееспособный человек важно. Судебный орган сможет лишь рассматривать предоставленные на заседании факты их обоснования в части обжалования процедуры официального дарения жилья, что повлекло за собой имущественный спор между гражданами. Сбор каких-либо доказательств по делу не относится к работе судьи поэтому процедура сбора подтверждающих нарушения сведений целиком и полностью ляжет на плечи лица. В заключение следует сказать, что договор дарения недвижимого имущества это очень ответственный шаг в жизни хозяина данного объекта. Значит, в теле документа должны быть прописаны все нюансы соглашения права и ответственность сторон, а также особые условия, что будет покрывать все возможные риски в случае возникновения необходимости отмены сделки по инициативе одной из сторон или третьих лиц, заинтересованных в этом действий. В случае же, если даритель пренебрег этими советами, любой человек сможет попытаться оспорить дарственную на квартиру переданную им в безвозмездное пользование и вагодоприобретателю.